Если бы две стороны были человек и человек, а не банк и человек, то они не смогли бы производить инфляцию платежных средств посредством кредитной сделки, по той простой причине, что кредитор не мог бы давать взаймы того, чего у него нет, как могут делать банки. Только коммерческие банки и инвестиционные компании могут давать взаймы деньги, которые они производят, давая взаймы. Ирвинг Фишер, экономист. В отличие от всех других областей в экономике, в денежной науке сложность используется для того, чтобы замаскировать и уклониться от правды, а не открыть ее. Джон Кеннет Гелбрейд, экономист. Проблема, которая обрушилась на столетия, и с которой придется сражаться рано или поздно, это люди против банков. Лорд Актон, английский историк. Деньги, пирамида долгов. Часть вторая. Безудержные обещания. Кто-нибудь здесь хочет лимонада? Это вам за хорошую работу. Дети, да вы настоящие предприниматели. Настало время открыть несколько счетов в банке. Так что вы можете вложить свои деньги, чтобы они работали за вас. Мы бы хотели открыть банковские счета, пожалуйста. Мы совсем как взрослые. Да, у нас есть свои деньги в банке. Возможно, ваш первый опыт вложения денег в банк был не совсем таким же согревающим сердце, как этот. Но годы спустя вы все еще сверяетесь с выручкой, которая показывает на то, что ваш банковский счет – это ваши деньги в банке. Но это не так. Если у нас есть депозитная ячейка в банке, ценные вещи, которые мы кладем в нее, остаются нашими. Мы просто арендуем надежное место для их хранения. В обиходе слово «депозит» означает «положить что-то в безопасное место». Но использование слова «депозит» по отношению к банковскому счету вводит нас в заблуждение. В реальности банковский депозит – это суда. Что сумма на нашем банковском счету действительно показывает, так это сколько денег банк нам должен. Это письменная фиксация обещания банка заплатить нам деньги, не те же самые деньги, что мы вложили. Разница важна. Правда в том, что когда мы вручаем содержимое копилки банковскому кассиру, наши деньги становятся деньгами банка. Все деньги в банке – это деньги банка. Наших денег там нет вообще. А банк платит нам процент, ведь мы дали взаимы банку наши деньги. Кажется, что здесь разница в лингвистике, в логике. Мы знаем, что мы можем пойти в банк в любое время и забрать наши деньги наличными, если захотим. Но различие не логическое, оно более тривиальное. Различие ключевое. Что происходит с банковской системой, которая обслуживает каждого? Все еще мало кто из нас что-нибудь вообще знает о том, как банковская система работает в действительности. Сейчас экономика всего мира действует на системе кредита, обеспеченного банками. И когда эта денежная система приходит к кризису, страдает каждый. Вдобавок ко всему, объяснения по поводу этих кризисов, предлагаемые экспертами, никогда не говорят о настоящих причинах проблемы. А именно о том, что наличные составляют всего от 1 до 5% всех денег в обращении. Все же деньги, которые существуют сегодня вообще, были созданы основной суммой банковского долга, и банки требуют долг плюс процент в качестве так называемого вознаграждения. Это не только делает существование денег полностью зависимым от существования банковского кредита, но и всю систему банкротом умышленным. Поскольку общий дебет, то плюс процент, превышает общие средства с того момента, как был подписан первый документ. По мере того, как глобальная банковская система шатается к мировому краху, все больше и больше людей начинают понимать, что они больше не могут игнорировать подлинную сущность банков, как это практикуется сегодня. Многие потеряли дома и работы из-за невыносимых приемов денежных ростовщиков. Настало время людям понять острую необходимость, фундаментально изменить способ работы денег. Первый шаг. Прориснение истинного значения слов, используемых в банковском деле. Теперь мы знаем, что на самом деле депозит является судой банков. Следующий вопрос. Откуда берется кредит, который мы берем в банке? Когда мы оформляем кредит, мы даем банку поручительство выплатить сумму долга плюс процент. Взамен банк кредитует наш счет суммы и так называемого кредита. Когда мы говорим, что банк положил кредитные деньги на наш счет, на самом деле единственную вещь, которую банк кладет на наш счет, это его обещание выплатить деньги. Что в действительности произошло, так это обмен обещаниями. Ни одна сторона не дала ничего другой, кроме согласованных долговых обещаний. Так кто такой заемщик и кто кредитор? Термины суда, кредитор и заемщик вводят нас в заблуждение. Правда в том, что две стороны сделки имеют обещание заплатить, и созданное в процессе нечто под названием банковский кредит, или деньги на чековые книжки, может быть законно использовано как деньги. Кредит можно расходовать, поскольку мы в силу своего невежества обращаем внимание на то, что каждый раз, когда мы кладем деньги в банк, это увеличивает баланс нашего счета на ту же величину. На самом деле, чтобы мы не положили, наш счет будет пустым. Таким образом, мы будем естественно предположить, что деньги на счету – это деньги, которые кто-то положил. Наш счет является обещанием заплатить, но не деньгами. По сути, обещание заплатить показывает отсутствие «я тебе должен», иначе зачем ему быть просто обещанием? Теперь, поскольку все банковские счета являются только обещаниями заплатить, банк и заемщик могут просто обмениваться обещаниями, и нажать им нескольких клавиш, положительный баланс возникает на банковском счету без вложения имеющихся денег. Теперь мы знаем, что на самом деле зовется банковским кредитом. Коммерческие банки создают деньги на чековые книжки, когда дают в суду, просто добавляя новые депозитные доллары на счета своих резервов, в обмен на обещание должника их вернуть. Из книги о современной денежной механике. Федеральный резерв США. Было бы странно, если бы две страны просто собрались в подвале с печатным станком и создавали бы там новые деньги. Мы интуитивно понимаем, что совершали бы мошенничество, которое называется фальшивомонетчика. Печатая поддельные долларовые банкноты, фальшивомонетчики также создают новые деньги из воздуха. Деньги дают нам способность покупать реальные товары и услуги по всему миру. Ясно, что фальшивомонетчики создали новую способность покупать реальные товары и услуги, не давая ничего заменками впечатляющих листов бумаги. Фальшивомонетчики получают что-то из ничего напрямую за счет тех, кто попадется с их поддельными деньгами. А если фальшивки не разоблачаются, это понижает покупательную способность денег, воруя у каждого. Подделка денег – это серьезное преступление, и легко понять почему. Она нарушает базовую заповедь общества – «Не укради». Но займы в банке также создают новую покупательную способность. Однако, вместо того, чтобы считаться упомянутым выше воровством, они являются самой основой нашей денежной системы. Банки дают взаймы, создавая кредит. Они создают средства платежа из ничего. Ральф Хоутри, бывший секретарь казначейства Британии, как одна форма создания денег из воздуха стала преступлением, а другая – стандартной практикой бизнеса и источником почти всех наших денег? Вот почему это произошло. Чтобы понять это, нужно посмотреть на историю потерянных управляющих основ. Но прежде нужно понять логику самого процесса займа. Анатомия кредита Мотив Заемщик хочет приобрести какую-то вещь. В настоящее время у него нет в наличии средств, чтобы это сделать. Однако, заемщик уверен в том, что у него будет достаточно средств, чтобы оплатить как цену товара, так и процент за кредит. Итак, он идет в банк, чтобы взять кредит. Заемщик в состоянии сделать заслуживающее доверие обещание денег в будущем, но в данный момент он приходит с пустыми карманами. Вот почему ему нужен кредит. Система Вероятно, мы все знакомы с тем, что происходит дальше. Банк заставляет заемщика подписать контракт, на котором заемщик обещает вернуть банку сумму кредита плюс процент, или в случае невыполнения выплаты отказаться от права собственности на купленный кредит объект в пользу банка. Это происходит бесчисленное количество раз каждый день по всему миру. Но есть одна проблема. Как может заемщик предоставить залог имущества, которым просто еще не обладает? Если бы я хотел взять у вас взаймы 10 тысяч долларов, чтобы поехать в большой круиз в Европу, вы бы приняли машину моего соседа в качестве залогового имущества? Конечно нет. Потому что вы очень хорошо знаете, что у меня нет законного права отдавать вам машину моего соседа, и не имеет значения, сколько я вам должен. Но если бы вместо этого я дал обещание купить машину у соседа за 10 тысяч долларов, которую вы мне одолжили, ситуация меняется. Возможно, вы согласились бы одолжить на 10 тысяч долларов, веря, что я куплю машину и предоставлю ее в залог займа, как только получу хоть малейшее право собственности на нее. Однако, пока сделка не завершена, ваша ссуга в 10 тысяч долларов не может быть гарантирована этим правом. Проблемы последовательности купли-продажи можно очень легко избежать. Вы можете купить машину и затем продать ее мне. Банк тоже может так сделать. Если заемщик направляется в банк, чтобы купить машину, почему бы банку просто не купить ее за свои собственные деньги и затем продать ее заемщику в рассрочку под процент? Что ж, ответ на этот вопрос также очень простой. Потому что банк, как и заемщик, приходит в сделки с пустыми карманами. Банк выполняет свою часть так называемой кредитной сделки, сдавая счет для заемщика. Правда в том, что так называемый заемщик профинансировал свой собственный счет обманным путем, отдав в залог машину, которую у него еще нет как собственности. И банк, так называемый кредитор, не вложил никаких существующих денег вообще. И если все идет хорошо, никогда и не вложит. Признание обмана Заемщик верит, что теперь новые цифры на его счету представляют ему собственные деньги в банке. Он, как и большинство из нас, не понимает разницы между существующими деньгами и обещанием выплатить деньги, если и то, и другое можно тратить. Какая разница? Следующий вопрос. Примет ли продавец машины банковское обещание заплатить? Некоторые люди продают только за наличные. Большинство же говорит «да» чеку или электронному переводу платежей от банка покупателя. Почему? Да потому что продавец из опыта знает, что она может положить этот чек в свой банк, и это соответственно увеличит ее счет. А что дальше? Уравновешивание обещаний Ясно, что теперь банк покупателя дает в долг сумму займа от банка продавца. Вы думаете, разве не здесь деньги выходят на депозите? Вместо этого банковское обещание заплатить заемщику было просто трансформировано сделкой в обещание заплатить банку продавца. Теперь банк покупателя должен передать часть существующих денег банку продавца. Верно? Да, но, вероятно, только малую часть. В течение всего времени займа, пока банк получает свою долю депозитов от других банков, общее количество существующих денег, которое нужно покрыть банку по всем займам, может быть равно нулю. Невероятно. Но как? Представьте сперва, что у продавца счет в том же банке, что и у покупателя. Она кладет чек покупателя на свой счет. Все, что банку нужно сделать, чтобы завершить сделку, это понизить счет покупателя и на ту же сумму увеличить счет продавца. Оба этих счета – просто обещания. Никаких существующих денег в этой сделке не участвует. И каков конечный результат? Банк создал кредит заемщику на сумму 10 тысяч долларов. Заемщик купил машину, которая существовала в мире реальных вещей, и у продавца на 10 тысяч долларов пополнился банковский счет. Таким образом, принципиально новое требование на 10 тысяч долларов с реальными товарами или ценностью было совершено на 0 долларов банка или чисто других денег. Кроме того, банк должен получить эти так называемые деньги обратно от заемщика, плюс процент, или банк заберет машину. Подобную магию обычно можно наблюдать на сцене. А сейчас давайте посмотрим, что произойдет, если продавец положил чек на депозит в другом банке. Потребует ли это перевода существующих банковских средств из банка покупателя в банк продавца? Возможно. Но почти определенно никогда в полный сумму, потому что фактически банковская система функционирует как один банк. Чтобы показать это, давайте добавим еще одну сделку в наш сценарий. В тот же день банк продавца имеет дело со схожим кредитом маленькой пожилой даме, которая купила домашний кинотеатр. Магазин электроники положил ее чек в свой банк. Этот банк магазина электроники имеет дело со схожим кредитом, который был положен в первоначальный банк покупателя машины. Когда все различные балансы уравниваются, банки друг другу ничего не должны. И даже если бы были разницы в балансах, они были бы малой долей от общей суммы создаваемого кредита. Отсюда можно сказать, как представляет большинство из нас, что все банки просто дают взаимоденьги своих платчиков. Им все еще нужны наши вклады, чтобы делать ссуды. Это так, потому что банкам нужны входящие кредиты из других банков, чтобы возместить собственные кредиты, положенные в те банки. Пока банки сохраняют свой кредит на судный баланс, они могут давать новые суды, и, следовательно, продолжают создавать новые кредитные деньги. Но никакие из них никогда не должны выйти из карманов банка. Банк может инвестировать свои собственные средства в облигации корпораций, или правительству, и любые другие инструменты, которые найдут. Если нарисовать схематично, то это выглядит так. Процент, который правительство и корпорации платят банкам по облигациям, оплачиваем мы с вами. Мы оплачиваем его как часть наших налогов, в цене всех товаров и услуг, что мы покупаем. И есть еще одна вещь, которая касается нас. Это риск, что банк лопнет и не будет способен выполнить обещания заплатить. Вы удивитесь, как банк может лопнуть, если он не вкладывает никаких денег, что ему терять? Ответ на этот вопрос в том, что банки отличаются от большого монетчика. Банкам законно разрешено создавать деньги, но только по определенным правилам бухгалтерского учета. Банки могут создавать деньги, только вводя платежи заемщиков и залоговое имущество на свои активы. Это положительный баланс в бухгалтерской книге. На отрицательном балансе находятся ссуды, которые банки называют обязательствами по депозиту, созданными банком. Когда заемщик отказывается от уплаты долга, заложенное по кредиту имущество забирается банком и продается на сужающемся рынке. Новая заниженная цена имущества не покрывает обязательства по депозиту банка, которые основывались на предыдущей, более высокой цене. Это показано как убытки в бухгалтерских книгах банка. Когда лишенные права выкупа заложенной собственности свирепствуют, как это происходит на падающем рынке имущества, большая часть стоимости банковского залога просто испаряется как капля, приводя банк к огромным потерям. Все это просто числа, созданные из воздуха. Но банки прислушиваются к тому, что диктуют эти числа, и когда арифметика даст сбой, последствиями может стать достой в экономике, распад общества, всеобщий финансовый хаос, беззаконие, голод и война. Те, кто живут числами, могут также и погибнуть от них. И это ужасная вещь, когда счетная машинка пишет надгробную надпись. Джордж Гудман, писатель Однако, для того, чтобы понять анатомию заемного кредита, предположим, что наша система продолжает работать, и все три кредита будут возвращены. В результате, ни один существующий доллар не перешел из рук одного владельца к другому, но было создано 30 тысяч долларов нового банковского кредита и запущено в денежной оборудовании. И каждый из трех банков должен получить процент 10 тысяч долларов этого кредита. Является ли создание этих новых 10 тысяч долларов действительно мошенничеством, как фальшиво манечество? Очевидное различие в том, что банковская система законно регулируется правительством и дисциплинируется судами для соответствия правилам бухгалтерского учета. Другое различие в том, что тут нет явной жертвы, как, например, человек, пойманный с поддельной банкноты. Банки чисты, покупатели и продавец оба получили, что хотели и на что соглашались. Так где же обман? Если был обман, то кто понес убытки? Чтобы определить это, давайте посмотрим, кто не попал во внимание. Заемщик получил желаемый автомобиль на условиях, на которые он охотно согласился. Возможно, позже он проклянет это решение, когда будет изо всех сил стараться выплатить проценты, или он будет счастливым позже благодаря возможности такого кредита. Продавец получил увеличившийся счет, который она с детства считает своими деньгами в банке. В свою очередь, она уверена, что она будет способна потратить их, и она это сделает. Итак, ей заплатили, и она счастлива. Так кто же пострадал в результате этой сделки? Существует ли другой участник сделки, как бы мы пропустили? Конечно, существует банк, который должен получить процент за обещание выплатить деньги. Это их бизнес, и они обычно хорошо его делают. Кто-нибудь еще? Машина. Откуда она появилась? Из мира реальных вещей. Природные ресурсы, энергии и труд были потрачены на ее производство. А что если предположить в качестве скрытого участника все наше общество и природный мир, из которого в конечном счете приходят все вещи? Потому что новые, созданные банковским кредитом деньги, не лежат там, а вовлекаются в общий оборот в реальном мире. Это реальный мир, который в итоге получает новые деньги в обмен на его машины. Эти новые деньги могут стимулировать новое производство, временно увеличивая экономику, что делает многих счастливыми. Фактически так часто и происходит, поскольку самые крупные банковские кредиты идут на жилищную ипотеку. Это стимулирует строительство жилых зданий, большого поставщика хорошо оплачиваемых работ. Однако, после их продуктивного использования в начале, эти новые деньги по существу просто разбавляют денежную массу, понижая покупательную способность денег на очень малую величину. Итак, в сравнении с большим манечеством, где потеря происходит из-за определенного человека, здесь убыток порождается всеми нами, потому что реальное имущество займа, машина, была получена из всей экономики небольшой потери ценностей к денег каждому. Уменьшение покупательной способности, идущей от тех, кто держит деньги, дает, благодаря инфляции, прибыль банкам, создающим кредитные деньги. Из журнала Банка Федерального резерва «Сент-Луис». Продолжение нашего сравнения банковского кредита и фальшивого манечества, поддельные наличные обнаруживают случайно и по закону изымают изобращение у того, кто получил. Конечно, нет гарантии, насколько много таких денег будет раскрыто, нет никаких плановых процедур по их выемке. Со временем банковский кредит тоже удаляется из обращения, поскольку гасится основная сумма долга. Но вспомним, что почти все деньги, существующие сегодня, это банковский кредит. Следовательно, почти каждый доллар, который проходит через наш банковский счет, имеет установленный срок быть выплаченным по основной части долга кредита и прекратить существование. А поверх основной суммы есть выплаты процентов, которые станут доходом банка. Большая часть из них будет возвращена в оборот, как выплаты по депозитам и расходы других банков. Так что сразу незаметно, что у кого-то убыток в результате того, что банковский кредит замкнулся в денежном обращении, в отличие от фальшивых денег. Но если посмотреть внимательнее, обнаружится интересная ситуация. Достаточно базовой арифметики, чтобы понять всю власть тех, кто контролирует денежную массу. И почему созданный сегодня общий долг должен постоянно увеличиваться, когда система ослабевает. Если уровень создаваемых кредитов ниже уровня их уплаты, общее количество денег будет сокращаться. Это называется дефляцией. Денежная масса сжимается, как надувной шарик. В результате деньги становятся менее значимыми для имеющихся товаров и услуг. Но если меньше денег оплачивать товары и услуги, тем больше падают их цены. Это звучит здорово, и было бы так, если бы деньги не были созданы как долг с процентом. Тогда для каждого дефляция была бы как общий дивиденд, выплачиваемый на используемые нами деньги. Это выглядело бы словно деньги у людей, это ценные бумаги, их процветающие компании, собственные нации. Люди не были бы вынуждены требовать поднятия зарплат. Если бы нация была более производительна в целом и росла, каждый бы автоматически имел пользу от собственных денег. Однако это определенно не тот эффект, который имеет дефляция в системе, где деньги появляются в паре в долг-процент. Сегодня более чем 95% всех денег существует в форме долга банка, обещание заплатить с процентом. И как мы уже видели, создается основная сумма долга, но не процент. Из-за временной задержки между выдачей кредитов и их возвратом, а потом и повторным вращением процента на управление расходами банка, большинство из нас могут поддерживать выплаты банку, пока денежная масса увеличивается. Однако, если денежная масса общего долга уменьшается, деньги становятся труднее добывать из-за этих дефицита, и фиксированные платежи по кредитам становятся более тяжелыми. Для тех, кто по уши в долгах, нехватка денег может стать катастрофой. Экономика всего мира держится на потребителе. И если он когда-нибудь перестанет тратить деньги, которых у него нет, на вещи, которые ему не нужны, мы погибнем. Билл Боннер, писатель-журналист. К несчастью, психологический эффект падающих зарплаты цен быстро ускоряет процесс. Заемщики крупного бизнеса уже не уверены, что будут способны выплатить кредиты, так что они не берут новые. Без новых займов для замены существующих банков, нехватка денег быстро увеличивается. В результате растет сокращение рабочих мест и уменьшается покупательная способность даже в районах, богатых ресурсами и производительной мощностью. Мрачно раскручиваясь, математическая спираль делает массовые невыплаты неизбежными. Цены падают, поскольку никто не хочет тратить лишних денег. Уменьшаются стоимости и кредитного залогового имущества, что делает банки заложниками огромных убытков. И они закрывают свои двери. Доверие потребителей и бизнеса потеряно. Последует взбесившаяся экономика и нарушение общественного порядка. В существующей денежной системе глазом не успеешь моргнуть, как старательное сбережение в течение жизни может быть уничтожено. Ларри Паркс, директор Фонда развития денежного образования. Спираль катастрофы не повернуть, пока правительство не создаст новые деньги само, или не залезет глубоко в долги частным банкам, чтобы создать новые деньги для реорганизации и оживления экономики. Самый близкий пример – это падение фондовой биржи в 1929 году. Психологическое последствие этого краха привело к тому, что стали меньше занимать, а следовательно стало меньше новых денег. Федеральный резерв США ничего не сделал, чтобы исправить результат дефляции. И к 1932 году денежная масса уменьшилась на треть. Несчетное количество людей выселились в дому, потому что деньги на выплаты по ипотеке просто исчезли. Затем, в 1932 году президентом США стал Франклин Рузвельт. Рузвельт предложил восстановить экономику, восстановив денежную массу. Чтобы покрыть нехватку денег, Рузвельт занял в долг у частной банковской системы. Фабрики начали вновь нанимать рабочих. Но только когда пришла война, внезапно исчезла нехватка работы и средств, чтобы сделать то, что необходимо для достижения успеха в войне. Именно деньги, затраченные во Второй мировой, закончили Великую депрессию в США. Также в результате было создано 50 миллионов долгов по всему миру, и начался новый враждебный международный баланс сил с сопутствующим ростом вооружений и новыми расходами, широкими общественными и технологическими преобразованиями. Когда какое-то правительство зависит от денег банкиров, они, а не главы правительства, контролируют ситуацию, поскольку рука, которая дает, выше руки, которая берет. У денег нет родины, финансисты не знают про патриотизм и приличие. Их единственная цель – получить прибыль. Наполеон Бонапарт Я бы не пошел на войну снова, как я уже сделал для защиты каких-то мерзких капиталовложений банкиров. Существует только две вещи, за которые надо бороться. Первая – это защита своего крова, а вторая – конституция. Война по любой другой причине – это просто афера. Генерал-майор Батлер, США Больше нам ничего не осталось, как влезать все глубже и глубже в долг банковской системы для того, чтобы обеспечить растущее количество денег, которое требуется нации для ее расширения и роста. Наша денежная система ничем не лучше мошеннического трюка. Власть денег, которая способна затмить будто бы ответственное правительство, это не просто власть сверхбогатых людей, а не что иное, как новая технология уничтожения денег посредством добавления и удаления чисел на банковских книгах. И нет ни капли заботы об интересах государства или реальной роли, которую деньги должны играть. Позволять этому стать источником прибыли для частных организаций есть создавать, во-первых, скрытое и незаконное оружие управления, а во-вторых, конкурирующую власть, достаточно сильную, чтобы в конце концов свергнуть все другие формы управления. Честная денежная система является единственной альтернативой. Фредерик Содди, Нобелевский лауреат. Период экономического бума и спада, как правило, называют циклом деловой активности. Он такой же естественный, как и круговорот воды или углерода природе. Эти природные циклы, в конечном счете, управляются Солнцем. Но кто управляет циклом деловой активности? Первый ответ – денежная масса. И как мы уже видели, она зависит от кредитов. Посмотрим теперь, что происходит в течение жизни отдельного кредита. Мы уже знаем, что банковский кредит – это не что иное, как обещание банка заплатить. Все, что банк создал, – это запись на счетах, чтобы уравновесить обещание должника заплатить. Банковское обещание заплатить обычно тратится на некий реальный товар или услугу и пускается в оборот, что позволяет легче делать официальный обмен товарами и услугами. Сегодня обещание заплатить деньги, непревзойденное в полезности и гибкости средства обмена. Однако возникает невозможная ситуация, поскольку не создается денег для выплаты процента. Ясно, что если бы заемщики должны были выплатить все, что они когда-то взяли в долг, им пришлось бы драться за ограниченную сумму существующих денег, которая намного меньше, чем общая сумма задолженности. Легко посчитать долю тех, кто не сможет расплатиться по долгам. Однако процент обычно выплачивается со временем, не весь сразу. Если эти доходы от процента снова запускаются в общую экономику, можно использовать его неоднократно. Как только это станет понятным, вопрос, действительно ли процент невозможно выплатить, становится более трудным. Существует ли такая вещь, как устойчивая система кредитования, которая не служит причинами математически неизбежных дефолтов? Устойчивое расставщичество? В средневековье расставщичество, как взимание процента или любая форма создания прибыли только из-за обладания деньгами, осуждалось как грех. Наряду с тем, что основание было моральным, причина этого была практическая. Если денежная масса постоянная, как в случае с золотом, каждый, кто дает деньги под процент, совсем скоро получит все деньги. Эта проблема оставила свой след и в Риме. Накопление золота в частных руках вынудило правительство сделать монеты из обычных металлов вместо настоящего золота. Твердая валюта потеряла доверие и в конце концов упала. Урок пошел на пользу. В следующие века римская католическая церковь объявила процент от займа как грех, наказанием за которое было отлучение от церкви. В некоторых странах наказанием за практику ростовщичества была казнь. Действительно ли взыскание процента грех? Сегодня считается весьма разумным взимать процент за использование денег. Но здесь есть простая и неизбежная проблема. Пока кредиторы не потратят каждый пеннинг процента, который получают, таким образом, чтобы заемщики смогли снова их заработать, должникам будет не хватать средств, независимо от их упорства в работе или личных достоинствах. Кто-то не будет способен погасить долги просто в результате вот такого неравенства. Это легко видно в системе с фиксированной денежной массой, например, с золотыми монетами. Пока монеты, принимаемые в качестве процента, снова запускаются в оборот, так что заемщики могут заработать, те же монеты могут быть использованы для оплаты процента снова и снова. Кредитор может купить реальные вещи на эту монету. Но сама монета должна быть потрачена, не дана в новый долг и не изъята из обращения. Это и есть моральное встречное удовлетворение. И такой порядок был бы жизнеспособным. Однако, если процентные монеты снова суживаются под процент, удаление из обращения с кладированием приведет к последующей нехватке денег, которыми надо расплатиться сполна. Ситуация по существу ничем не отличается от нынешней денежной системы, основанной на долге. Как мы уже видели, в наши дни практически каждый доллар возникает как долг, который по определенному контракту должен быть погашен, как выплата по кредиту, который его создал. Таким образом, чтобы все заемщики смогли выплатить основную часть долга плюс процент, должны выполняться две вещи. Доллар, созданный как основная часть кредита, должен быть способным быть заработанным заемщиком, для того, чтобы тот смог сделать выплаты, которые погасят этот доллар. Каждый доллар, который заемщик платит банку как процент, должник также должен быть способен неоднократно зарабатывать, и тогда он может быть выплачен как процент снова и снова. Существует общая теория, несомненно популярная среди кредиторов, которая гласит, что поскольку банк тратит процентные доходы на оперативные расходы, процент по депозитам и оборот своих дивидендов, то фактически в обществе возвращается достаточно денег для всех выплат. Однако, как и идея абсолютного задолженного спроса, это очередное упрощение. Представьте, что произойдет, если кто-то еще, например, вы или я, или какая-то небанковская кредитующая организация, получают этот доллар и затем выплачивают его как процент. Но тогда этот доллар должен быть выплачен двум кредиторам одновременно, и еще на нем висят два совместных процента. Вдобавок, если этот доллар снова дается в кредит, повторно выплачивается или дается в кредит вторым кредиторам, невозможно расплатиться с основной частью долга, который создал этот доллар, пока снова не возьмешь долг. Так что, можно взять у Пети в долг, чтобы заплатить Паше, а потом взять в долг у Паше, чтобы расплатиться с Петей? Становится любопытно. Можно. Только каждый раз, когда заимствуются деньги, на них существует процент, который также должен быть выплачен. Если все добавленные проценты можно заработать, то, безусловно, можно и рассчитаться по всем долгам. На этих основаниях многие экономисты и защитники существующей системы утверждают, что никогда не будет дефицита денег, и все долги выплатить возможно. Но это убеждение ошибочно. Например, если второй кредитор достанет денег для оплаты кредита, который создал эти деньги, исходный кредит невозможно выплатить никогда. Эту нехватку придется занимать снова и снова, и каждый раз под процент. Каждая нехватка будет накапливаться к общему, вечно растущему долгу, который никогда невозможно выплатить. И это происходит в том причине, что каждый раз когда начисляются проценты во всей системе в совокупности, от нее требуется некая приплата. Это влияет на всех производителей, правительства и потребителей. Для производителей эта некая приплата должна быть достигнута через увеличение цен или объема продажи. Однако конкуренция обычно требует понижения цен, последовательно еще большего объема продаж, что ведет к перепроизводству и насыщению рынка. В конечном результате происходит сокращение рабочих, закрытие фабрик и банкротства. Для правительств эта некая наценка достигается через увеличение налогов. Но растущие налоги высасывают деньги из производственного сектора, что приводит к понижению общей способности платить налоги, что далее вызывает новые взаимы правительства у банка и новые проценты начисления. Для потребителей эта некая наценка или приплата может быть дополнительной работой или взятием кредита, чтобы выплатить прошедшие счета, погашение долга через большие промежутки времени. А далее конкуренция за рабочие места приводит к понижению зарплат, и погашение долга с задержками времени приводит к огромным начисленным процентам. И, конечно же, брать в долг, чтобы расплатиться с уже имеющими долгами. Это как пытаться заполнить дыру новой дыркой. И в такой ситуации мы обнаруживаем себя сегодня. Производители не могут продавать больше, потому что потребители не в состоянии позволить себе покупать больше. Правительства урезают налоги, пытаясь стимулировать потребительский спрос. А реальные доходы потребителей ограничены или даже падают из-за конкуренции на ограниченное количество рабочих мест. Поэтому любое увеличение общей суммы процентов по займам внутри всей денежной системы приведет к настоящему дефициту денег. Это потому, что реальная производительность экономики ограничена природными ресурсами. Производительный сектор экономики существует, чтобы служить физическим потребностям. Он просто не может удовлетворить запросам искусственного финансового сектора экономики, аппетит к прибыли которого безграничен и который работает, не принимая во внимание ограничений реального мира. Теория о том, что всегда существует достаточно денег для выплаты всех процентов, элегантна в своей простоте. Однако по существу, чтобы утверждению быть правдой, необходимо быть стопроцентной правдой. А это невозможно по той причине, что вторые кредиторы – это не банки, чтобы содержать в себе значительную часть вторых кредиторов. И они начисляют проценты на деньги, которые уже не сужат в себе долговое бремя процентов. А за этим у нас есть общественные ожидания. Все надеются, что и деньги сделают еще большее деньги. Деньги, которые нужно тратить и делать доступными к зарабатыванию исходным заемщикам, вместо этого суживаются под процент или инвестируются для прибыли. Таким образом, можно заключить, что два условия, которые должны быть справедливыми, чтобы все заемщики смогли выплатить свой долг процентами и таким образом навсегда выполнить свои обещания, эти условия не подразумеваются в нынешней системе. В ней нет никакого запрета на повторное суживание денег, которые были созданы как кредит. Нет и никаких обязательств у банков по извлечению прибыли с процентами, которые должны возвращаться к заемщикам, чтобы те могли погасить свои долги. Напротив, банки инвестируют эту прибыль, чтобы получить еще большую прибыль. И дело не только в банке. Каждый, кто берет свой денежный шарик и начинает катать его по снежной ком, чтобы он стал больше, делает это за счет денег заемщиков, которых им не найти, чтобы расплатиться долгами, и приходится влезать в новый долг. И, конечно же, самый большой снег собирают самые большие снежные комы. Так и происходит. Богатые становятся богаче, а бедные еще беднее. Деньги, которые нужны заемщикам на нижнем уровне обыденной производственной экономики, идут вверх, на игры в казино мира абстрактной финансовой выгоды. В этом мире сделки ничто большее, чем азартная игра на бирже чисел в попытке достичь еще больших чисел. Они почти ничего не делают для реальной жизни. Сегодня колоссальный объем денег таким образом переходит из рук в руки. И это лучше всего описывается термином «покуративная экономика». Валютные рынки, рынок деривативов и оставшиеся финансовые инструменты используются в игре банков и инвестиционных фондов для получения максимальной прибыли. Например, оборот торговли на мировых валютных рынках только за одну неделю превышает годовой оборот торговли реальных товаров и услуг. Эти деньги безостановочно обыгрываются спекулянтами, которые делают прибыль на колебаниях курса валюты. Она существует, но только в спекулятивной экономике. Так каково же реально не выплаченное в процентное время? Это можно выяснить только через отслеживание всех денег в мире. Но доходы, траты, одалживания и погашения долгов более 6 миллиардов человек делает денежные потоки всего мира более сложными, чем течение океана. Их невозможно отследить. Но направление довольно ясно и понятно. Это все та же старая история. Богачи захватывают все больше денег в спекулятивную экономику, где обычным игрокам почти нет шанса получить их. И единственный способ, по которому система может существовать, это создание новых денег. А поскольку деньги создаются как долг, единственным способом остается создавать новый долг. включая смехотворные легкие кредиты для безответственных заемщиков, суды на расходы правительства на безопасность, войну и выручку, которую оно должно банкам. А как цикл индивидуального кредита относится к явлению бума и спада, известному как цикл деловой активности? Можно описать цикл индивидуального кредита следующим образом. Сперва происходит стимуляция экономики посредством начальных расходов. За этим следует инфляция, потому что новые деньги просто разбавляют денежную массу. А уже за инфляцией следует дефляция, поскольку выплаты по кредиту постепенно гасят основную часть долга, удаляя эти деньги из обращения. Пока циклы индивидуального кредита не совпадают, они сглаживают друг друга. Это создает довольно стабильную денежную массу, что ведет к довольно стабильным ценам. Однако, требуется хотя бы небольшой продолжительный рост для денежной массы, поскольку уже отмечалось, что денег на то, чтобы пока процент не было создано. Вот на такой модели основана действующая экономика. Избегание дефляционных спиралей и поддержание уровня инфляции на удовлетворяющем запросы к обществу уровня официально считается управлением экономикой, что можно в частности описать как достижение так называемой стабильности цен. Но взгляд на падение покупательной способности доллара США в 20 веке тут же показывает, что действительно означает эта так называемая стабильность цен. Безусловно, доллар потерял почти всю ценность. 96% и продолжает падение в быстром темпе. Так что стабильность цен не достигается, и не нужно быть доктором психологии, чтобы понять, как человеческая природа превратит цикл индивидуального кредита в совокупное явление цикла деловой активности. По той простой причине, что если кто-то получил шанс и преуспевает в займе и развитии, другие получают уверенность в том, чтобы делать то же самое. За пределами только психологических последствий, если один основанный на кредите бизнес расширяется, его поставщики и дистрибьюторы сочетут необходимым работать с ним же или отдать рынок конкурентам. Тот же эффект произошел бы для мрачного вида в сопутствующем кредитном уменьшении. Таким образом, можно полностью предсказать, что циклы индивидуального кредита будут иметь склонность выстраиваться друг с другом, а не распределяться в случайном порядке. А когда так происходит, мы видим более масштабный цикл деловой активности, который является эффектом накопления циклов индивидуального кредита. Итак, подытожим. Из-за обмена обещаниями между банком и заемщиком, общество получает хроническую инфляцию в зависимости от увеличивающихся вливаний денег, для того, чтобы погасить в итоге невозможные процентные выплаты. Это ведет к безвыходному конвейеру ускоряющегося долга и обесценивающихся денег, где единственной альтернативой является дефляционный коллапс экономики, за которым последует общественный хаос или война. Эта очевидно нездоровая ситуация скрывается от общества, нанося урон на каждому уровню. Мы как наркоманы, но зависим не от новой дозы героина, а от новой дозы кредита. И в конце концов, наша общая способность брать в долг и выплачивать такой большой кредит и стащиться. Таким образом, это создает необходимость для постоянного расширения кредита на новые рынки, в существу создавая каскадное расширение империи и вовлечения каждого в мире все дальше и дальше в долг. Навсегда. В США это постоянное расширение долга привело в 2008 году к общему долгу рынка в более чем 53 триллиона долларов, что составляет около пяти валовых годовых доходов всей страны. Так будет ли весь мир счастлив в конце этой кредитной сделки? Вероятно, нет. Но весь мир очень мало осведомлен о том, откуда эти проблемы исходят. Обманчивая система создания денег и скрытый контроль, все это современная банковская система. А как же банки? Что будет банковской сферой в результате системы? Во-первых, разместив лишь малую часть денег, которую они, по видимости, судили под процент, банки получили целый поток прибыли с процентным выплат по потребительским кредитам и ипотеке. Во-вторых, используя кредитные способности в приобретении больших портфелей и корпоративных и государственных ценных бумаг, банки получили соответствующий контроль над правительством и индустрией. В-третьих, из-за неизбежных неуплаты банкрот банки получают законное право собственности на большое количество реального имущества по всему миру. И, наконец, если произойдет самое худшее, если проследуют массовые неуплаты должников, что приведет к большим потерям банков, правительство будет вынуждено спасать банки срочными многобиллиардными судами, чтобы защитить финансовую систему. А чем же финансируются эти суды? Вы уже догадались. Еще большим налоговым бременем. Это действительно большое достижение, а большинство жертв даже не подозревают об этом. Если вы сейчас думаете, что должен быть закон, что ж, он есть. Существует целый свод законов, которые делают все это легальным. Так как же совокупность таких идей стала законом? Для того, чтобы ответить на это, вернемся в Англию середины 17 века. Когда воровство становится образом жизни, группа людей, живущих вместе в обществе, они создают для себя с течением времени законную систему, которая разрешает это делать, и нравственные нормы, которые восхваляют это. Фредерик Бастиад, политический экономист. С развитием новых судов географии и плавания торговля быстро расширялась. Для того, чтобы проводить коммерцию, особенно на больших расстояниях и нехватке времени, письменные договора стали более важными и более сложными. По традиционному праву в Англии было долго признано, что сделка может быть осуществлена только при наличии имущества, переходящего в другие руки. Передача товаров или прав на собственность была настоящим составом обмена. И это было то, что суд мог считать справедливым, а не просто слова на бумаге. Сделка, по которой не было обмена встречным удовлетворением в виде реальных товаров или прав на собственность, считалась пустой и следовательно не имеющей правовую силу. То есть, сделка, в которой заемщик говорит, что он заложил машину, которой у него нет, в обмен на банковское обещание заплатить даже не квалифицировалось бы как сделка, и никакой суд традиционного права не обеспечил бы ее. Также, в случае разногласий по контракту, только тот, кто по традиционному праву в действительности обеспечил встречное удовлетворение сделки, другими словами, только тот, кто поставил товары, был правомерен в суде по завершению сделки с другой стороной. Это право не передавалось третьему лицу. Когда торговцы лично отправлялись в экспедиции со своими товарами, они покупали эти товары дома за свою местную валюту, а потом продавали их за иностранную валюту в другой стране. Достигнув цели, они привозили эти товары домой и продавали их за местную валюту снова. Достаточно просто. Но по мере того, как торговля становилась более сложной, торговцы были более расположены к тому, чтобы оставаться дома и просто нанимать суда для доставки товаров. Это давало торгашам свободу импортировать грузы иностранных товаров из мест, куда экспортировались товары их страны. Но получилась проблема. За экспортные товары расплачивались монетами иностранной валюты, которые нужно было потратить где-то еще. Перемещение денежных монет было рискованным делом из-за грабежей, а также из-за неопределенности частичных законов по обмену валюты в различных странах. Эта проблема оплаты на расстоянии была преодолена использованием переводного векселя. Переводной вексель был подписанным распоряжением от платежа к покупателю, требующим, чтобы получатель выплатил определенную сумму денег личности, установленной как векселедержатель, лицо, получающее платеж. Документ заверялся подписью, и никто другой, кроме как описанной в договоре, не мог иметь прав в суде. Таким образом, в грабеже и третьих лицах уже не было смысла. Вероятно, вы заметили, что это были предшественники чеков. Я, плательщик, отдаю указания банку, получателю, выплатить вексельедержателю, человеку, указанному в чеке, определенную сумму денег. Это все хорошо подходило для сделок между людьми, которые не знали друг друга. Переводной вексель использовался просто как способ совершать покупки монетами на удаленном расстоянии. Но коммерция хотела больше гибкости. Они хотели, чтобы переводной вексель согласовывал платежи между многими торговцами в разных местах и использовался как сами деньги. Чтобы это заработало, переводные векселя должны были предоставляться и иметь правовую силу от третьей стороны. Видно, что это тот самый момент в истории права, когда была официально разрешена банковская система, которую мы имеем сегодня. Третье лицо, которое могло честно купить переводную вексель в нескольких шагах от оригинальной сделки, могло не ожидать и не слышать о том, что надо показываться в суде традиционного права и защищать ценность сделки и взаимодействовать этого процента. Это делало переводные векселя третьей стороной недопустимо рискованными. И для того, чтобы было возможно использовать переводные векселя в качестве удобной гарантирования третьим лицом системы оплаты, по сути, к вариантам деньгам, традиционная юридическая практика должна была стоять в стороне относительно переводных векселей. В Англии через серию законных решений с 1664 по 1699 года эта проблема для коммерции была устранена через предоставление правовой силы переводного векселя третьей стороне. Если третья сторона купила вексель на ценное добросовестное встречное удовлетворение, не имея видимой причины подозревать мошенничество или какой-то другой дефект прав продавца на продажу этого удовлетворения, тогда вексель автоматически становился надежеспособным и правомерным для суда по отношению к тому, кто его подписал. И что означало эта перемена? А то, что любой переводной вексель считался легитимным, как только был продан. Переводные векселя и все другие виды более поздних подписанных обещаний заплатить с примечательным отсутствием ограничений стало возможно передавать и наделять силы в суде, как раз так, как и хотели спекулянты. Теперь долговые контракты подавались как вещи и бизнес на сделках стал на порядок легче. Но не только это. Это открывало совершенно новый рынок для ищущих выгоды на торговле векселями. Так родился рынок долговых обязательств. Изменение в законе также имело еще одно последствие. Теперь стало возможно хитрить и даже принуждать человека к подписанию законного обещания заплатить, и затем, если это обещание приобреталось третьей стороной за реальное добросовестное встречное удовлетворение, оно могло быть использовано против этого человека в суде. В конечном счете, это стало одним из основных принципов единого торгового кодекса, который управляет бухгалтерами бизнеса в США и далее в большинстве стран мира. Вся налоговая и денежная система из-за СИМ находится под Единым торговым кодексом из Федерального налогового акта США 1966 года. Подумайте об этом. Если мы приобретаем ворованный ноутбук у парня на улице, мы виновны в покупке краденого. Это преступление. И не важно, что мы платим свои деньги и не знаем, что товар краденый. Судебные адвокаты возьмут его на хранение, пока не придет хозяин. Мы можем купить ее и не использовать, или потерять деньги, или даже быть осужденным из-за преступления. Но если мы покупаем кредитную сделку у банкира и добросовестно даем ему реальную ценность за это, не важно, что этот контракт возник из-за заблуждения. Кто бы ни подписал его, ему требуется заплатить по торговому праву, и суды будут удовлетворять заявки на возврат долга по этому договору. Сегодня сделки по долговым контрактам имеют несметное число форм, включая главным образом кредиты и ипотеку. Важно знать, что как только были сняты запреты традиционного права, был основан новый банк Англии. Это был первый банк, уполномоченный создавать деньги из воздуха. Новые законы отлично подошли для заключения новых хрустных банковских сделок, правомерные против заемщиков в суде. У банка есть процентная выгода на все деньги, которые он создал из ничего. Вильям Паттерсон, основатель Банка Англии. Те, кто открыл для себя истинную природу собственных займов в банке и попытался оспорить действительность их кредитных сделок в современных судах, к своему смятению обнаружили, что закон о торговом праве, словно огромная скала, защищает деньги как долговые обязательства. Банк продаст исходное соглашение по кредиту третьей стороне за определенную цену, и даже если третья сторона филиал компании банка, все равно в суде не имеет значения, кто обладает документом, о чем там говорится, и чья подпись на нем стоит. То, что банк не информирует заемщика об истинной природе кредитной сделки и об отсутствии каких-либо реальных денежных средств со стороны банка, не имеет отношения к делу в суде. Пять мошеннических действий В итоге нашего расследования получается, что современная банковская практика стоит на нескольких явных нарушениях традиционного права, здравого смысла и естественной справедливости. Первое нарушение заключается в заблуждении заемщика, когда тот отдает залог имущества, которого у него нет. И банк не участвует, поскольку он сознательно принимает обманный залог как возврат за кредит, который создает. Второе нарушение заключается в отказе банка раскрыть истинную природу сделки. Банк называет ее кредит, доставляя заемщика верить, что он или она получает кредит из существующих денег. Что банк знает очень хорошо, так это то, что он дает новое обещание заплатить, просто набивая клавиши на компьютере. Обещание, которое банк знает, что возможно никогда не должно будет выплатить. в третьих, кредитное соглашение не должно иметь силы, так как невозможные сделки юридически не действительны. Банк создает невозможные сделки, потому что условия, требующие гарантировать, что у заемщиков существует возможность выплатить весь долг процентом, не соблюдается. пока в системе не реализуется стопроцентный оборот как кредита, так и процента, что решительно не происходит. Часть должников откажется от выполнения финансовых обязательств и потеряет залоговое имущество просто из-за систематической нехватки денег. Четвертое нарушение заключается в нарушении естественного закона законом о сделках, который автоматически передает природу прав собственности любого договора, если сделка продается третьему лицу за ценное встречное удовлетворение. Это нарушает принцип, что никто не может обладать большими правами собственности, чем сам владелец. Но возможно самая большая обман из всех это то, что большинство людей, которые производят реальные материальные ценности этого мира, находятся в долгу и рискуют потерять все, ради чего они работают в пользу банкиров, которые создают деньги из простых обещаний заплатить. И куда нас это ведет? Мы заложники экономики, которая должна расти быстрее и быстрее, чтобы поддерживать вечно распущенную денежную массу, до тех пор, пока вся система одновременно не ружет. Сегодняшняя денежная система отказывается признать, что реальная экономика ограничена способностью планеты дать новое сырье и не утилизируются отходы, что так нужно народному хозяйству. планета ограничена и следовательно должно быть очевидно, что экономика не может расти по экспоненте вечно. Наша текущая денежная система движется как автобус из фильма «Скорость», который не может замедлить ход, иначе бомба, заложенная под ним, может взорваться. А в нашем случае ситуация даже хуже, потому что уровень создаваемого долга должен ускоряться, пока вся экономика не рухает. Утверждение, что возможен бесконечный, вечно ускоряющийся рост – это великое противоречие современной экономике. Это фатальное заблуждение, рожденное из жадности. Крах экономики, общества и окружающей среды беспрецедентных масштабов определенно неизбежен. Эта денежная система не может к нему приспособиться. Неудивительно, что реформаторы денежной системы по всему миру настаивают на том, что вся она нуждается в перестройке заново с самых основ. Банковское дело не влечет за собой обман. Оно и есть обман. Тим Мадден, историк и адвокат. Так какое же решение? Одна идея, которую предлагают многие, заключается в возврате к тем временам, когда деньги обеспечивались с золотом. Они говорят, что золото это настоящие деньги, потому что по своей природе золото обладает ценностью. Основной принцип здесь то, что деньги должны быть неким ценным товаром из-за своего дефицита, как дефицит на золото. В общем случае, те, кто разделяет эту точку зрения, также верят, что деньги должны существовать независимо от правительства. Другое, диаметрально противоположное мышление заключается в том, что создание денег должно быть особой прерогативой правительства. Правительство, которое представляет народ, должно производить деньги для интересов общества. Таким образом, обеспечением валюты является то, на что она выпускается. Как только правительство заберет назад власть создавать деньги, оно уже никогда не будет не даться в кредите с процентами. Конечно, если правительство выпускает деньги неограниченным, это приведет к обесцениванию валюты. Чтобы предупредить инфляцию, деньги также должны изыматься из обращения. Этого можно достичь, используя большое многообразие налогов, пошли на право использования ресурсами и плату за использование товаров и услуг. Таким образом, расходы и доходы правительства будут в идеальной зависимости уравновешивать друг друга. Здесь, целью налогообложения будет достижение стабильности цен, поскольку правительство не будет нужды в доходах от налогов, ведь не будет судного процента. Во всех столетиях использовались как системы, основанные на золоте, так и другие правительственные кредитные денежные системы, но золотая система доминировала вплоть до 20-го века. И не потому, что правительственные кредитные деньги не работали, они работали внутри самой страны, что принималось в счет владежа налогов. Но до изобретения из современных кумалов обмена валют международную торговлю были вынуждены проводить в золоте. Вдобавок, очень долго у золота было почти сверхъестественное очарование долг. В течение тысячелетий нас получали, что деньги это прототимное переносимое богатство, например, золотые монеты. Однако, это не единственный способ думать о том, что такое деньги. Быстрорастущие долговые деньги это больше неверная модель. Деньги по своей сути это идея. Идея, которую изобили люди для того, чтобы превратить простые подсистемы в сложные цивилизации. Именно развитие денег сделало возможность специализацию труда и непрямой обмен товаров через всю эволюцию денег от прямого бартера к торговым стандартам, далее к стандартам монет к бумажным обещаниям ценных металлов, далее к цифровым обещаниям бумажной наличности и сейчас к цифровым обещаниям заплатить цифровые обещания. Через всю эту длинную эволюцию доминирующей идеи всегда было достичь большей гибкости и использовало удобное и надежное обещание заплатить вместо самих денег. Проблема с обещаниями заплатить всегда была в том, что она дает возможность журничать, создавать больше обещаний, чем обеспечивать реальными вещами. Но существует ли такой способ сделать обмен фактическими деньгами таким же удобным и безопасным, как и в системе с обещаниями заплатить? Теперь существуют цифровые деньги, удобные и надежные, теперь возможны, поскольку появились новые технологии шифрования данных. Это работает следующим образом. Возьмем серийный номер доллара и удалим с бумаги. Что мы имеем? Цифровой доллар, который теперь можно перемещать в электронном виде по всему миру так же легко и надежно, так и обещание заплатить доллар. Однако, и это большое однако, поскольку цифровые деньги полностью электронные, они, как и металлическая монета, никогда не могут быть в двух местах одновременно. Таким образом, умножение обещаний можно предотвратить настоятельно-физическое уплате наличных, бумажных или цифровыми. Нам даже не нужно хранить цифровую наличность в банке, поскольку она зашифрована и может передаваться в интернет. а мгновенно пересылаемые цифровые деньги могут дать интеллектуальные функции за пределами всего того, что были способны дать прежние деньги. Например, в денежную систему можно запрограммировать мощный математический аппарат, чтобы он считал собственную цену денег, исключая человеческие спекуляции, подтасовки и ошибки. Разве это невозможно сделать? Тем временем предпринимаются попытки реформировать денежную систему через законопроект. Уже написаны такие документы, как Акт денежной реформы и Денежный акт Американского денежного института. Они детально описывают альтернативы, где власть создавать деньги принадлежит только правительству и таким образом ограничивают банки всуживания существующих денег. Это работает как раз так, как большинство людей представляют. Какими бы разными в деталях эти реформаторские предложения из разных стран не были, все они продвигают одну и ту же простую идею. Общий полезный результат от создания денег принадлежит нации. Настоящие в мире деньги создаются не для выгоды народа, а для прибыли частых банков. Банки любят создавать огромное количество денег из долга, потому что чем больше мы берем в долг, тем больший процент собирает банк и становится еще богаче. И в процессе банки получают еще больше контроль над каждым, частными лицами, промышленностью и правительством. Избыточные деньги очень часто ведут к спекуляционным пузырям на активах, которые делают своих, хорошо осведомленных людей богачами. Но, как мы уже видели, эти пузыри неизбежно лопаются под невыносимым уровнем вечно растущих процентных запросов. Проигрывают многие, включая правительство, уже обремененные громадным долгом и сжимающимися госдоходами, правительство вынуждено реагировать на этот долг, чтобы спасать банки, которые не являются проблемой. В противном случае у нас не будет денежной системы. Эта ситуация абсурдно и трагична, если учитывать, что вместо этого само правительство могло бы создавать эти деньги и расходовать их беспроцентно на инфраструктуру, образование и здравоохранение. Большинство этих недолговых денег пошли бы на заработные платы, циркулируя по всем уровням общества для выгоды каждого. Такой вид изобильных денег привел бы к возрождению производительной экономики, в которой сбережения людей могли бы дать средства для честных займов реальных существующих денег. По своей сути, деньги – это средство, с помощью которого мы обмениваемся реальными ценностями. Без реальных ценностей в мире деньги – ничто. Как мы уже видели, знаменитый реальный мир делает кредит, не банк. Мы, люди, связываем вещественные блага природного мира, – это источник всего реального богатства. Следовательно, создание денег и пользы от этого принадлежат обществу, не частным банкирам. А что же с процентом? Как мы уже видели, процент вносит на аритметическую проблему, и эту проблему можно решить только тремя путями. Первый – неуплата и банкротство. Второй – вечный рост денежной массы. И третий – предпочтительный и единственный возможный – это стопроцентный возврат процентов денежной обороны. Но такие полные циклы можно достичь только национализирующую банковскую индустрию в общественных интересах. Например, возвратные проценты от общественного банковского сервиса могли бы выплачиваться всем жителям как дивиденд, или их можно использовать для финансирования правительства вместо налогов, что было успешно сделано в колонии Пенсильвания. И это только пример общества, которое организовало свою денежную систему под угол. Альтернативы были всегда, есть и сейчас. Чему нас действительно учит эволюция денег, так это тому, что реальная мера денежной ценности очень проста. Это их полезность в качестве денег. И существует несколько разных способов создавать полезные деньги. Например, деньги просто могут быть индивидуальным частным обещанием заплатить или поручительством своим собственным товаром или услугой в таких общественных системах, как торговая система местного обмена или деньги с учетом факта времени. Тысячи таких общественных средств денежного обращения уже существуют в малых сообществах, члены которого имеют необходимое доверие в том, что выполнят обещания по кредитам, которые выдастся на себя. Такие общественные системы могут быть спасением на случай катастрофического краха мировой коммерческой банковской системы. Когда дефицит денег и гиперинфляция подрывают торговлю и останавливают экономику, рабочая общественная система сможет поддерживать локальную экономику. Эти предположения радикальны? Еще бы! Перед нами стоят беспрецедентные задачи. Экспоненциальный рост больше не может позволять нам поддерживать денежный долг, который должен расти вечно, чтобы вся система не рассыпалась как карточный домик. Раскушение равенства в уровне жизни, разрушающий долг, обанкротившиеся банки и катастрофы в обществе и окружающей среде – вот что нас ждет, если мы радикально не сменим курс. Мы должны преобразовать нашу денежную систему, чтобы она смогла приспособиться к будущему, которое мы теперь ясно предвидим. Для начала нужно изучить, как новая система сможет справиться с широким сокращением экономики, не вызывая массовых неуплат и банкротств. Но что мы можем сделать сейчас? Сейчас существует много людей и организаций по всему миру, которые понимают проблемы и несправедливость в сегодняшней денежной системе. И вы можете присоединиться к ним в любой момент, чтобы осуществить так нужные нам фундаментальные изменения. Время говорить с друзьями. Финансовый кризис – это первичный получительный момент. Когда банки банкротят должны поддерживаться правительством, которым они прежде давали кредиты, всем становится видны противоречия, обман и фатальность существующей системы. Но станут видны решения, если их искать. мы не можем себе позволить делать бизнес как обычно. Подгонка системы без коренных изменений нас не спасет. Изменения, которые нам нужно сделать, радикальны и для пользы всех, а не для вывода контролирующего меньшинства. Чтобы их сделать, нужно оставить позади наши устаревшие предположения и ложную веру. Нужно встретить вызов полной трансформации, о котором кричит реальность. Деньги никогда не могут купить все. Никогда не могли и никогда не смогут. Это экономическая аксиома, которая стара как мир, что за новые товары и услуги можно платить только товарами и услугами. Альберт Джей Нок из книги «Воспоминания ненужного человека». Только когда погибнет последнее дерево, когда будет отравлена последняя река и будет поймана последняя рыба, мы поймем, что мы не можем съесть деньги. Пословица индейского племени Кри. Автор сценария, продюсер и режиссер Пол Григнан. Корректор А.Кулакова